Вот если одним словом говорить, то это плохо. То, что придумал Верховный суд. Почему плохо? Да, это, конечно же, хорошо для преступников и совершенно плохо для потерпевших. Причем, для беднейших слоев из числа потерпевших населения. Потому что именно у них совершаются мелкие кражи, у этих беднейших граждан. Еще, конечно, в магазинах. Оттуда тоже не суд, по мелочевке. Но что произойдет после того, как мы переведем в мелкие кражи, караемые в административном порядке, в размере, скажем, 4000-4500 рублей. Произойдет вот что. Вот этих лиц, этих правонарушителей уже тогда, хотя они и должны были бы нести административную ответственность, но их перестанут искать органы внутренних дел, перестанут искать полиции. Не потому, что не хочет, потому что закон им запретит это делать. Если лицо установлено, если потерпевший скажет «велосипед у моего ребенка украл вот такой-то гражданин» или, там сказать, я не знаю, что там, лыжи или еще что-то, назовет фамилию, тогда он принесет административную ответственность. Но если лицо, совершившее кражу, не установлено, то теперь его разыскивать никто не будет. По закону, который существует пока что на сегодня, полиция должна вести розыск, проводить оперативно-розыскные мероприятия, она должна возбудить уголовное дело, проводить следственные действия, вести поиск, проводить обыски, в конце концов, для отыскания этого похищенного имущества. Теперь же она ничего этого делать не будет. Не потому, что она не хочет, а потому, что она не вправе будет делать. И во всех случаях, где потерпевший, пострадавший не знает лицо, совершившее кражу или другое преступление, во всех таких случаях лицо, совершившее это преступление, установлено не будет и никто не понесет ответственность. И потерпевший никому не предъявляет никаких исков. Точно та же история происходит у нас и с предложением не привлекать к уголовной ответственности за побои. Вот первый раз совершил преступление, давайте не будем привлекать к уголовной ответственности. А давайте подумаем и вспомним о том, а кто же совершает у нас вот эти самые побои, кто по этим уголовным делам приходит, проходит. А проходят, как правило, семейные дебоширы, мужики, которые лупят своих детей и жен. Главным образом вот эта бытовуха. Эти лица до того, как их привлекут к уголовной ответственности за один из эпизодов, они уже, так сказать, по горло на мозоли ли глаза полиции. Полиция уже неоднократно в эти квартиры выезжала и, наконец, они оказались привлеченными к уголовной ответственности. То есть мы кого вообще защищаем? Мы защищаем пьяниц дебоширов и ставим в дикое положение пострадавших от этих побоих детей и их жен. То есть их уже не привлекают никакой серьезной ответственности, они ограничиваются лишь ответственностью административной. Точно так же по алиментам. Кого мы предлагаем освободить от уголовной ответственности? То есть мы предлагаем освободить от уголовной ответственности тех лиц, которым назначены при решении суда алименты, и они уклоняются от их выполнения. А мы говорим, да они впервые совершали преступление, как нам на заседании комитета один известный политик, один известный, так сказать, депутат объявил. Ну, человек оступился. То есть он на протяжении месяцов и годов уклоняется от выплат алиментов, на него возбуждают уголовное дело, и мы объявляем, что он впервые оступился, и давайте мы его пощадим. А кого щадить-то? Преступника щадить? Щадить того, кто детей без харчей оставляет, и жен, которые ставят их в дикое положение? Да некого щадить. Их надо привлекать к уголовной ответственности и взыскивать по всей строгости нашего уголовного закона. Там надо усиливать ответственность, а мы собираемся их щадить. Вот этот законопроект Верховного Суда, он дискредитирует идею, высказанную президентом, я полагаю, в принципе, правильную идею, дискредитирует напрочь, и он приведет к дикому положению в состоянии преступности, в состоянии этой мелочевки, которая захлестнула простых граждан, и ничего хорошего, к чему хорошего он не приведет. Да, такой законопроект позволит силы полиции перебросить от защиты личности и собственности граждан бедных, обычных, несостоятельных, граждан обычных обывателей, и перебросить этой силы на защиту крупной собственности, на защиту собственности олигархов, богатых и сверхбогатых людей, у которых есть дорогие автомобили, чтобы, если их угнали или разбили, их бы скорее раскрывали, бросить туда силы, от защиты их коттеджей, их вилл, их яхт и всего остального. Законопроект работает против народа. Субтитры создавал DimaTorzok